приветствую вас дорогие друзья сегодня у нас по моему 3 мая до 3 мая среда у нас очень-очень солнечно и обещают тепло до 20 градусов тепла я начну свой репортаж из дома а потом мы переместимся покажу вам какой у нас теперь красивый забор расскажу как отличить оригинал протравителя для картошки может быть вам понадобится эта информация так что не отключайтесь я думаю что будет интересно ну и я сразу желаю вам всем хорошего настроения вдохновения радуйтесь жизни творите вытворяйте сажайте вяжите стройте пусть у вас все будет хорошо ну а сейчас я переключусь на фронтальную камеру покажу что там уже у меня получается с креслом ну а дальше выйдем на улицу и я расскажу вам вернее покажу как теперь у нас в огороде с новым забором вот так вот мы прыгаем в кресло и сами себя развлекаем потом выпрыгиваем кресло останавливается опять запрыгиваем они научились сами себя раскатывать в общем это кресло облюбовали вот эти вот вот эта парочка шпулька и манька и она им очень очень нравится ну а здесь вы посмотрите какой у меня появился вот такой элементик я все думала как же вот здесь украсить вот эту центральную часть этого кресла придумала вернее не придумала подсмотрела там много разных вот этих вот элементов лент узоров мне понравился вот этот с плоскими узлами в треугольнике ну чтобы как-то этот элемент гармонировал вот с этим элементом здесь тоже плоские узлы но здесь побольше вот такие конусы смотрите что творится ты хочешь запрыгнуть до запрыгнуть хочешь на полочку а вот и на мой взгляд очень хорошо вот эти а два узора между собой сочетаются в общем я поняла что в макраме это тоже ну важно как в вязании мы должны правильно сочетать узоры цвета так и в макраме можно находить и нужно находить вот такие похожие друг на друга узоры в общем здесь будет вот такие будут две полоски видите я сразу привязываю ну вот так вот вот через сколько через три элементика я вот здесь крючочком протаскиваю ниточку и креплю вот здесь тоже прикреп идет вот он видите просто вот сюда вхожу крючком вытаскиваю ниточку и креплю здесь будут вот такие две бриды по центру может быть будет висеть такая штука ну как сказать кисть очень красиво будет смотреться и теперь еще вам покажу вот это вы тоже еще не видели видите сеточка тоже когда я плела вот эту вот бриду я сразу увязывала также цепляясь вот этой нитью за сеточку я связывала в эту стропу вот эту сетку ну естественно с одной и вот там с другой стороны также все вот здесь связано и получилось вот такое законченное как скажем полотного элемент может быть украшу но есть такие листья большие листья прям макраме правда я не знаю как распустится у меня это пряжа или нет чтобы ее расчесать а может быть у меня будут свои листья вообще просто не расчесанные вот из таких вот шнуров так но это что по этому кресло макраме здесь я уже прикрепила 16 нитей для плетения 2 вот такой вот стропы в общем потихонечку кресло движется на улице вот было холодно и я конечно же занималась плетением этой красоты ну и в перерыве успела посадить картошку вот раз мы уже здесь дома я вам покажу как отличить оригинал если вы надумаете протравливать картошку каким-то препаратом мы их много но самые такие основные это престиж и табу престиж подороже потому что он от проволочника и я так друзья поняла что в общем никакие вот эти средства но может быть сидера от горчица не знаю не пробовала не помогают от вот этой гадости проволочник жуки это наверное только химия напишите в комментариях как какие у вас результаты если вы не прибегают химии какими-то растительными средствами избавлялись там от чего-то от жука от проволочника некоторые сыпят в лунку там специальный раствор порошковой горчицы разводится тоже говорят помогает но я читала много комментариев люди пишут что проволочник уходит а жук остается наверно жука никакая никакое средство кроме как химическая не убивает в общем давайте вам расскажу немножко чтобы вы не попадались на подделку вот такое средство престиж друзья не дешевая байер гады фирма или компания престиж к с 560 рублей я отдавала у нас в магазине там где продают семена сатый огород в центре есть такой магазин здесь 60 миллилитров они бывают еще на 150 миллилитров может быть бывают больше вот как отличить подделку от оригинала я заказала не прочитав комментарии заказала на вай борис это средство в общем дешевле практически в два раза 300 рублей за 60 миллилитров или даже за 150 миллилитров 300 рублей не прочитала комментарии люди пишут подделку вообще не то так вот друзья как отличить оригинал от подделки вот здесь у вас на коробочке с этим средством будет ну как сказать вот такая вот видите стереть здесь почему у меня здесь не стерто сейчас мы с вами сотрем я вам покажу что там это уже вторая моя скажем покупка я сначала купила вот это средство у нас в магазине большое 150 миллилитров прихожу домой вытерла вот эту вот серую надпись там код и как проверить вот видите здесь номер написан 33888 на этот номер отправляете sms sms бесплатно вот здесь пишут вот с этим кодом который мы сейчас увидим под вот этой серой полосой и вам тут же приходит обратный sms где вам пишут вы оригинал купили или подделку или напишут что я думаю что такого кода не найдено ну понятно будет что это подделка так вот я купила вот это большое средство изначально пришла домой и я не проверила вот здесь вот вот эту как назвать вот это вот кольцо оно все было ну как будто вскрыто я недолго думая че побежала опять в магазин говорю вы извините но вот не проверила средство было вскрыто ну то есть тут не было вот этих мелких перепон очек кольцо отдельно и крышка вращалась я прибегаю туда говорю или поменяйте мне или возвращайте деньги хотя я проверила мне пришла sms оригинал но то что упаковка вскрыто было мне это не понравилось оказывается у них вся эта серия вот с такими ну как скажем вскрытыми кольцами да ну что делать пошла я ладно говорю раз такая серия ну что делать пошла еду по дороге читаю думаю ладно мне этого средства хватит на три раза на мое количество картошки 150 миллилитров на 150 килограмм друзья думаю разделю на три части здесь есть мирный мерный колпачок вот так вот было и мне на три года хватит смотрю дату здесь друзья дата изготовления есть где-то или на средстве вот на средстве прям вот видите 06 двадцатого года то есть в июне двадцатого года было сделано а срок годности всего четыре года и я понимаю что я один раз использую средства на второй год она у меня уже практически идет к ну так скажем вот вот закончится срок годности а на следующий год третью половинку я просто выброшу опять возвращаюсь в эту палатку говорю нет девочки все-таки давайте меняем посмотрела на срок годности не получается у меня и я отдала это средство большое и взяла меньше 60 миллиметров миллилитров на 60 килограмм картошки счастьем выйдем на улицу я вам покажу как я ну что она из себя представляет это средство и как я обрабатывала короче обращайте внимание на вот дату изготовления только вот интересно она из этой упаковки вы же вы же можете достать до на дату выпуска средства имейте ввиду что она всего четыре года по срок годности отсчитайте как вы используете его или нет и обращайте внимание на вот это вот вот сейчас мы вот так вот вытрем я здесь не вытирала даже я проверила полила что здесь не подделка то средство которое я поменяла вот здесь есть цифры вот эти все циферки то есть что вы делаете заходите в магазин конечно вам не дадут стереть эти к вот эту полосу без продажи но вы можете купить это средство до стереть а вот эту полосу проверить через телефон или на сайте оригинал это или не оригинал и если это не оригинал вы можете спокойно сдать это средство назад вернуть вот так что не попадайтесь на подделки средства не из дешевых вот 560 рублей стоит 60 миллилитров вот поэтому знайте свои права и знаете как проверить средства чтобы не заплатить деньги просто выбросить форточку как говорится значит это средство не только от колорадского жука она еще и от проволочника а проволочника друзья очень-очень много в огороде я вот когда сажала к картошку я видела и еще она вот видите колорадский жук проволочник и еще вот от как это ну какой какой-то вот даже прочитать не могу без очков короче вы видите какая-то таниоз картофеля то есть она обеззараживает от болезни и вот от вредителей в общем попробую решила дорого да но зато потом я не буду думать чем травить как травить и жуков этих собирать тоже не буду ладно пойдемте на улицу теперь здесь ликбез провела для вас пока покажу что теперь у нас на улице прохожу мимо пополнила я наш декор вот сюда пока поставила заполнила этим наполнителем который я показывала вам прошлом видео теперь гитара у нас тоже используется как подушка кстати очень-очень удобно вот так вот кладешь под спину и можно спокойно сидеть спать ну в общем использовать эту штуку не только для красоты вот вам покажу это средство я использовала вот такой поливеризатор распылитель одевала перчатки одноразовые и брызгала мне так было удобно потому что картошечка моя уже проросла и вот от 60 миллилитров у меня вот видите сколько средства осталось то есть было полный флакон нет даже 50 миллилитров 10 у меня еще в баночке потому что там 60 на 600 грамм разводится ну а я 50 грамм или вернее 50 миллилитров развела на 500 миллилитров воды здесь просто емкость на 500 миллилитров оно такое густое и когда вы брызгаете в общем прям такая знаете суспензия я бы даже не сказала что такая вязкая жидкость но это вот не знаю оставлю на следующий год может она вот так разведенная стоять или не может не знаю короче посадила я три вот таких ящичка ящички уже помыла от этой жидкости давайте пройдем в огород наверное отсюда прям пройдет ой у нас сосед дима который делал этот забор это просто метеор вот уже мастеровитый молодой парень только привезли профлист на следующий день шел дождь конечно он не работал на следующий день сразу приварил вот эти поперечины а вчера установил друзья он немножко сейчас болтается говорит у меня не хватило забрал вот эти специальные саморезы в этом в магазине и ну как бы вот хватило только чтобы так скажем прислонить не укреплен еще забор из-за того что не хватило этих саморезов вот он говорит найду эти саморезы конечно же все по укрепляю ничего не будет болтаться ну а вообще друзья теперь здесь красота то есть вот это вот часть вот эта часть где будет беседка вот та часть здесь можно раздеваться не стесняясь в купальниках выходить здесь уже нас никто не увидит спокойно сюда выходи загорай может быть я придумаю что-то с бассейном не знаю еще пока вчера еще вот сегодня мне предстоит хочу все-таки дальше отрыть этот забор надо его покрасить и сегодня я пойду в адрес я вчера заказала вот эту декоративную фасоль далекоз вот которая цветет фиолетовыми цветами хочу вот здесь вот ее усадить она вырастает от 4 до 5 метров соседями поговорила с димой говорю если она будет перерастать на ту сторону ничего да ничего так что вот такие у нас соседи хорошие попались сговорчивые с такими соседями как говорится можно сварить кашу и это я читала случаи люди обрывают эту фасоль то ли из-за зависти я не знаю кто-то вот посадит она естественно ползет на ту сторону и люди все это обрывают выкидывают я вообще честно говоря в шоке но у нас такого не будет у нас все хорошо с соседями и вот здесь я хочу задекорировать вот придет это эти семена там в общем 110 рублей стоит 5 семян я 5 этих бобов бобик ну я заказала две упаковочки и люди там пишут что у кого 7 положено этих фасолин да у кого 8 очень нормально и хорошая схожесть она растет очень быстро да и вы мне писали про то что очень хорошая стука вот так за задекорировать какую-то может быть некрасивую конструкцию я вот может быть даже за декорирую вот этот старай пока он до ума не довелся с той стороны я имею ввиду конечно не с этой а может быть и с этой вот здесь воткнул не воткнул здесь мы плиточку будем класть вот в общем вот такие планы так что друзья мы теперь забором у нас теперь здесь культур мультур скорее бы здесь уже плиточка все уложить поставить здесь качель может быть закажем уже готовый кованый мангал вот сюда красивый по осени когда чесночок в общем соберу здесь место будет мангальная зона смотрела я на свою сливку а у нее уже друзья на цвести хочет представляете посмотрите бутончики да их так много это чернослив стэнли моя ты хорошая да ты мне уже дашь урожай а яблоньку эту будем убирать друзья мне не нравятся эти яблоки в общем не на вкус да и вообще и она уже конечно же свое отжила смотрите как лучок пошел расти после дождиков вот здесь я посадила что-то пожрала представляете что-то лист сожрала уже это послён очень вкусное варенье послёновое в общем вчера вот здесь нет позавчера я вот здесь высадила после потом опоры сделаю и будем варить варенье друзья ох петушок как кричит яблоня здесь уберется вот ту вишню тоже уберу она тоже мне в том году пол литровую баночку литровую баночку вишен собрала это не дело вся она тоже кстати посохла видите я тут даже обламывала все и вот ветки в общем в этом году еще она постоит на следующий год и уберем яблоню уберем в конце огорода скорее всего вот там где компостная яма больше места нет просто друзья вот там посажу белый налив и все а здесь будет зона для каких-то таких вот культур перцы томаты здесь сразу будет много места кстати у нас за еще видите здесь рабица не смотрите что он сейчас шатается этот забор и моего еще не укрепил все укрепит все будет хорошо не будет болтаться лет здесь у нас еще рабица так что здесь тоже можно далеко с этот посадить вот так вдоль все затянет этой красотой и потом еще можно стручки собрать в общем во всех отношениях хорошая штука вот за два дня и 1 2 мая я сажала картошечку посмотрите какая земелька очень мне понравилось после культиватора сажать друзья я сажала 1 ну что тут три ящичка тут просто как говорится в удовольствие и я ощутила разницу я в том году сажала картошку ну после грабли да и вот в этом году после культиватора друзья это небо и земля я просто ну вот за два дня не перетруждаясь как говорится я посадила смотрите какая рыхлая земелька но я же говорю как пух вот до этих пор я досадила вот здесь оставила место здесь посажу опять тыквы кабачки может быть клубничку посажу вот чтобы вот это пока деревья выросла солнца здесь еще будет достаточно поэтому оставила здесь картошки нам хватит вот яблочко яблонька это семеренка пошла игрушка наша пошла то есть когда эти деревья вырастут это же большие деревья они конечно же сидят какую-то часть вот этой вот земли где сажается картошка перцы томаты поэтому вот этот парничок тоже уберется может быть в этом году еще перчик вырастет а на следующий год я уберу передвинется еще будет больше земли я бы не тоже уберем и там тоже можно будет сажать но сразу прибавится земельки вот так что вот два дня я сажала картошку вот здесь может быть нормально метров метра 4 5 белый налив куплю можно даже в этом году и вот здесь воткну никому мешать не будет малинка передвинется потом вот сюда когда яблонька вырастет со временем и будет все хорошо ну а это место под огурцы и томаты вот здесь тоже я не сразу стала вот у меня здесь штырь опознавательный знак что вот здесь тоже свободное место здесь тоже посажу что-то может быть вот так рядов рядок перцев как-то мои перчики нормально ну вот что-то живет ну да опрыскивать вон вижу как будто что-то сожрало да друзья вчера пришла эсэмэс что ожидается в нашей липецкой области мороз до трех градусов ох какая здесь теплые то вот моя рассада вот еще сколько перцев вот это все помидорчики там уже вон какие большие помидорчики вот я сюда принесла вот это доброе тепло протащила сюда лэп теперь есть очень удобная катушка вот и всю ночь здесь было работала вот это доброе тепло тянет она очень мало электроэнергии так что имейте это в виду может быть тоже кому-то пригодится эта информация в том году я покупала этот обогреватель именно для теплицы а в этом году мы даже его использовали у нас там на линии отрезали газ возле помойки поднимали трубу и целый день не было газа и мы включали вот это вот доброе тепло и грелись такая красота тысячи рублей стоит очень много где можно применить и в доме и вот в теплице так все я открываю тепличку солнышко у нас уже вышло сейчас тут у меня такой кирпичик предвинил вот так пусть проветривается то сейчас сейчас будет уже жара в теплице ой ну какое же голубое небо друзья как же хорошо жить на своей земельке нет я не хочу ни за какие деньги квартиру я вот к дочери прихожу в гости поднимаюсь по ступенькам вижу вот эти рядом квартиры и думаю как же я раньше 23 года прожила то ли я не видел этих квартир потому что на лифте поднималась но как-то они на меня не давили а сейчас сейчас не знаю не смогла бы я жить многоквартирном доме до много работы но она вся в радость вот смотрите как уже пошла черешенка хорошо будет моя красавица чуть не погибла в том году хорошо увидела до муравьев потравила еще у меня огурчики взошли сейчас вам их покажу они у меня были в доме даже не знаю название друзья я не запоминаю какие-то прям по семечку такие синенькие они цветом были чем-то обработаны все повсходили друзья все вот это вот они а вот здесь из покупала из пакетика видите здесь уже в схожести другая вот эти или авторские или как их называют ну короче прям по семечку продаются все по всходи а вот здесь у меня ты не сажала вместе с огурцами огурцы вот а дыня вон только-только начинает сходить вон она я думала и не взойдет не сходит ну вот пока солнышко закаляются она ночь конечно же их уберу и пусть они растут уже до безвозвратных заморозков как говорится потом высажу их и в грунт и в тепличку посажу огурчики ну вот мои хорошие напоследок вам прошлый раз был нарциссик а в этот раз вот такая сочная зелень папоротника я вас всех обнимаю всех люблю и до новых встреч с вами была елена ситникова пока пока